Всем большой привет! Добро пожаловать на новый блог. Мы сейчас с Лорензо. Он сегодня не в духе, как обычно. Мы сейчас едем в Димп, и это аналог нашего ГИБДДМ. Мне нужно туда заехать, потому что я хочу привести все свои документы к одному знаменателю и поменять свою фамилию. И для того, чтобы поменять свою фамилию, нужно также сделать фотографию, потому что это будут абсолютно новые права. И я уже заполнила онлайн все документы, которые должна была заполнить. У меня запись на 11 часов, сейчас 10.30. Я очень пунктуальна сегодня, девочки. На меня это очень не похоже. Я приму ракеты, потому что они будут делать фотографию. Я хочу выглядеть хорошо на своих правах. Когда я жила в России, я помню, потеряла свои права, и потом я их восстанавливала. И там опять же ты восстанавливаешь и заново фотографируешься. И я, в общем, в тот день, я помню, поленилась делать макияж. И у меня такая ужасная фотография на русских правах, ребята. Я похожа там на ведьму. Поэтому каждый раз теперь, когда я делаю фотографию на документы, я прям делаю полный макияж, полную прическу, все дела, полный расклад. Едем в DMV. Погода у нас такая серая, дождливая. Ну, точнее, дождь обещают, но пока его не видно. Надеюсь, что ему не будет все немножко прохладно. Я сегодня в пуховичке. Даже несмотря на то, что я немножко раньше, получается, приеду, это даже хорошо, потому что раньше придешь, раньше закончишь. Хотя у меня есть запись, потому что если ты приедешь туда без записи, там очередь просто на километр всегда. Меня всегда это пугает. Я поэтому откладывала этот поход в DMV уже несколько лет, потому что я просто каждый раз вижу очередь, и меня просто в мурашки. Знаете, когда ты видишь километровую очередь, ты думаешь, о боже, о боже, я не хочу туда идти, страшно, нет, я не хочу стоять два часа. Я позвонила вчера и сказали, вот, в 11 часов есть запись, приходите, и как раз мне удобно именно в это время, пока Кендалл в школе. Вот, полюбуйтесь, очередь, о май гад, это все, все очередь. Причем она не быстрая, то есть люди стоят, люди стоят очень долго в ней. Так, я много нафильм дам. Все, я внутри. Я закончила, ищу мужа на парковке. Ой, он меня не увидел, блин. Блинский проехал мне меня. Ааа, муж. Бегу за машиной, как собака. Все было достаточно быстро, просто. Сейчас время 10.55, я уже отстрелялась, все сделала, все, что нужно. Так, окей, вижу мужа. Он меня видит? Да, он меня видит. Иду садиться в машину, то есть все было быстро, стоило 30 долларов всего лишь. И через три недели права ко мне придут. Так, дверь открой. Дверни открой, давай. Да. Да, все хорошо. Это было так быстро и легко. Я и мой бардак. Тут, знаете, обычно одно из двух. Либо я ухоженная, красивая, отдохнувшая, свежая, веселая. И дома ужас. Либо наоборот. Либо я ужасно выгляжащая, уставшая, замотанная, но дома чистота. Вот либо... Бывают два состояния. Сейчас первое. Мы уже дома. Я хотела, кстати, сказать, что когда мне сделали фотографию на права, мне не дали ее посмотреть. Я у него спросила там, ну что, там нормы нет? Он говорит, да, все ок, типа, через три недели ждите. То есть он мне не дал посмотреть. Я узнаю уже по факту. У нас же теперь два робота-пылесоса, и вот они вечно застревают. Я вот этот нашла сейчас застрявшим. Ой. Вот я застрял под комодом. И сейчас слышу, на втором этаже тоже орет, что он где-то застрял. Вот такой вот тупенький. Его жизнь не учит, он опять туда лезет. Видите, на второй этаж пришла, и здесь тоже застрял. Видите, ругается. И тебя. Едем сейчас забирать киндалюшу. Смотрите, какая мне маска. Она сделана из сетки. То есть это прям фейк. И кристаллы. Ты сидишь с этим, мальчиком. Я не пойду в госпитал. Хорошо. Хорошо. Ты думаешь, это шутка? Да, это. Хорошо. Ребята, вы даже не поверите, чем я сейчас занимаюсь. Я, в общем, считаю налоги. Потому что 2020 год закончился, и все. Надо считать. Кошмар. Просто. Знаете, вот это настоящая взрослая жизнь. Вот иначе не назовешь. Я сначала хотела вручную посчитать, но потом поняла, что это же можно сделать в Excel. И сделала все в Excel. В принципе, в Excel легко. Я же у вас официально работаю. На ebay есть такая функция загрузить invoice за определенный месяц именно в формате таблички. И прямо очень-очень удобно. И потом все можно посчитать электронно. В общем, я у вас бизнес-вумен. Ой, неохота это делать, но нужно. И сегодня делаю все дела, которые откладывала. Вот надо сегодня все сделать, чтобы гулять спокойно. Сейчас просто холодно. Сейчас особо никуда не сходишь, не съездишь. И поэтому я решила, думаю, так, пока зима, холода, надо сделать все дела. Видите, дала ребенку айпад. Пока делаю свои дела, иначе просто никак, потому что здесь нужна 100% концентрация, чтобы ты мог цифры все спокойно посчитать. И многие у меня спрашивают, типа, Даша, что у тебя за бизнес, что за бизнес? На самом деле все на ebay. Вы просто берете, публикуете товар, и он у вас продается. И вы с этого платите ebay у 10% комиссию и paypal у 3% комиссию. Также у вас есть расходы на шиппинг, то есть на отправку. Возможно сделать так, чтобы покупатель покрывал расходы на отправку. Можно сделать так, что отправка бесплатная. Тогда идет отправка за счет продавца. То есть вариантов дофига, как это все работает. Просто берешь и продаешь. Вот тут вообще нет никаких у меня советов в этом плане. У тебя должен быть хороший товар, который востребован, и все. Просто берешь и продаешь, потом считаешь денежки и покупаешь сумочки. И это интернет-продажи. То есть ты с компьютера управляешь всем. Но тут в зависимости от того, как если у тебя склад как бы у тебя есть, то есть ты должен сам физически взять в ручки, запаковать товар и его отправить. Либо у тебя есть вариант, чтобы это сделал кто-то за тебя. В моем случае я делаю все сама, и в принципе работа не пыльная. Да, у тебя пришел заказ, я вижу, ага, мне надо это отправить. Раз, в коробку положила, отправила. То есть это легко, этот лейбл. То есть мне не надо стоять на почте по три часа. Лейбл ты распечатываешь у себя дома, клеишь его на коробку и отправляешь. Все очень просто. То есть это элементарно. Самое главное, чтобы у тебя был хороший товар. Самое главное, чтобы товар был востребованным и чтобы с него была хорошая маржа. Бизнес-уроки! Если с товара будет хорошая маржа, то, соответственно, вы молодцы. И у вас будет много денег. И не стоит бояться ставить большую цену, потому что я ставлю очень большую цену, и мне все равно покупают. И это все официально. У eBay есть твой social security номер. То есть они знают всю твою налоговую информацию. Это доступно только для жителей США. И это все официально и легально. То есть ты учитываешь все свои доходы, учитываешь все свои расходы. И потом на следующий год сдаешь налоги. То есть я сейчас делаю налоги за 2020 год. Понимаете, да? Все серьезно. Это прямо как официальная работа, то есть только ты сам себе босс, сам себе господин, сам управляешь всеми процессами, сам, короче, сам себе босс. И мне, конечно, это все удобно, потому что я могу это делать в любое время, когда, например, ребенок в школе или спит. Сейчас я это делаю прям вот немножко в торопях, потому что мне бухгалтер сказал, отправь мне цифры до трех часов дня. И я не успела сделать, потому что я сегодня ездила в ДМВ и еще с утра ездила к зубному. Так что я прямо, знаете, на расхват. И сейчас мне надо срочно-срочно это все приготовить. Поэтому буду сейчас писать циферки. Поехали. 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 Продолжение следует...